всем привет сегодня мы будем с вами плести поднос с необычной загибкой значит что нужно для подноса рабочий инструмент наш и трубочки значит трубочек я подготовила где-то 375 штук ширина полосы у меня 84 спицы 1 и 3 также я себе расчертила размер какой у меня будет и как бы это такой совет небольшой дам я его клеила скотчем а с обратной стороны если сделала небольшие такие надписи естественно я вот такой складываю все и храню отдельно пакетики то есть это мне на будущее так ну что а еще мне нужны будут вот такие булавки ну это чисто для меня значит что мы делаем так я буду периодически отвлекаться потому что камера стоит стоит другой стороне но это такое технический момент значит что для начала для начала мы будем вас выставлять наши стойки у меня здесь будут двойные я их буду между собой наращивать мне нужны будут длинные стоечки то есть беру наши стойки будущее трубочки они же соединяю тупыми концами вот так и вот так вот я буду их устанавливать на месте так есть еще параллельно во первых и мне для удобства и дальнейшем они мне помогут я закреплю пока что так чтобы у меня просто листик не вернул сейчас и возьму булавочки и каждую стойку я вот так вот установлю на свое место так раз вот так 2 и с обратной стороны все и так я еще установлю 1 2 3 4 5 6 7 вот таких вот сдвоенных стоечек установила стойки теперь буду от летать сначала я оплетаю центр то есть выставляю центральные наши стоечки будущее соединила две трубочки между собой вот так и сейчас я установлю центральные так здесь у меня место стыка я стык хочу под центральные наши стоечки то есть спрятать чтобы не было видно сейчас поначалу это будет все прыгать и гулять недаром я себе установила такие булавки они мне сейчас немножко помогут вначале вот так если камни придержит это только первый ряд такой вот все гуляет опять же таки можете воспользоваться моим советом с помощью булавок если вы будете плести так как плиту я то я бы рекомендовала именно так просто удобно расстояние между стойками мне три сантиметра то есть от центра двух стоек до центра следующих двух стоек меня три сантиметра первое у меня установлена и теперь не нужно здесь сейчас мы эту зафиксируем можете не заморачиваться вести как плетете донышко я между центр вы можете делать какой хотите размер какой хотите я же буду делать такой какой я выставляла фото сообществе по поводу этого поднос и так поправляем наш центр смотрю что здесь у нас все стало теперь я возьму еще одну булавочку и зафиксирую между стойками на месте чтобы у меня ничего не гуляла с этой стороны так и точно так же с этой стороны установлю готова так здесь ровненько чтобы было дальше беру еще две сдвоенные точно так же сейчас буду все восстанавливать устанавливать устанавливать сверху теперь я хочу просто чтобы у меня стыки попались именно под стойки теперь этот стыки спрячу сейчас мы установим все и потом поправим и это дело зафиксируем центр чтобы он у нас не гулял не играл там нигде что все стояло по местам пока что это вот так все так и теперь здесь сюда это у нас готово мы сейчас чуть 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 у меня съехала ну вот пока мы не наплели я могу это все регулировать первое у меня готово и последнее третье мне нужно установить ее снизу так точно так же я сейчас вниз здесь про плиту с этой стороны не структура загнула у нас тут рыбачку я не хочу просто чтобы рисунок у меня сбивался чтобы одинаково у меня был рисунок как сверху так и снизу теперь еще раз повторюсь по поводу булавок не обязательно мне так легче есть мы все установили теперь все поправляем чтобы у нас стойки стали по своим местам потому что понятно дело что у нас все сейчас гуляет вот боковые подтянуть и я буду фиксировать это все булавками пока что у нас все на месте и здесь я тоже установлю между рядами чтобы не съезжала моё плетение вот так все то есть вот она держится на месте все мы установили и теперь начинаем оплетать первый ряд я оплетаю все трубочки вместе соединяя тупыми концами трубочки и по кругу буду плита я вот эти булавки убирать не буду они у меня так и будут здесь крепится единственный минус в том что придется крутить полностью и саму подложку то есть вот этот вот лист тоже но зато я знаю что у меня стойки будут стоять ровно то есть у меня есть такое одна проблема у меня стойки постоянно хотят завалиться влево вот для того чтобы их удержать на одном расстоянии я вот делаю вот такой вот себе стопор но это только на донышке дабы не уводила куда-то в сторону я именно вот так вот поступаю здесь мне тоже надо будет нарастить и теперь мы с вами оплетем вот эту часть оплетайте не кучка а вот чтоб у вас вот они легли параллельно друг другу вот вот так вот то есть распределить сразу и и мы сейчас это если вам удобно плести от себя с этой стороны ну то есть сейчас покажу как вот так вы не крутите ничего нигде не вертите вот так взяли да и вот так по кругу пошли оплетать не вопрос можете оплетать я так не могу мне так неудобно вот это от себя здесь я сейчас наращу хотела еще сказать я концы тупые срезаю буквально чуть-чуть здесь вот мне неудобно мне хочется повернуть так тоже будет и вам видно поэтому я буду крутить все ряды я закрываю то есть я не плету по спирали сразу смотрим чтобы у нас все все было по своим местам по центру сейчас я установлю здесь две булавки но и мало между рядками вот я вас там установлю готова с этой стороны тоже я поступлю точно так же есть проплели и теперь продолжаем дальше вести второй ряд я начинаю разводить по две стройки вот по бокам то есть в итоге мы сейчас должны проплести 8 рядов после разведения и еще нужно будет добавить стойки это все будет постепенно так сейчас я начинаю разводить развожу все это дело пошире вот так хорошо будет подталкивая центру если у вас получается плести у вас стойки не гуляют прекрасно я же себя страхую идем до обратной стороны так пока все у нас вот так наращу наращу так теперь с этой стороны мы будем разводить пошире потому что мы будем еще вставлять сюда 4 стойки в каждую по 4 ну да почти я сейчас проплету и ряд я закрываю есть дальше давайте мы еще проплетем 3 . 3 и будем добавлять стойки делать парные то есть мы вот сюда будем еще добавлять вот стойки я сейчас проплету еще три ряда и включусь проплела проплела в итоге я три ряда вот они раз они уже раздвоенные стойки три ряда проплетено теперь мы добавляем каждой нашей паре еще по одной трубочки и в дальнейшем в каждом ряду мы будем добавлять по одной стойке стойки я срезаю скрутку но немного в принципе вот если присмотреться вот видно сама скрутка она будет в середине поэтому я не переживаю о том что там у меня где-то что-то будет видно сейчас мы добавляем по одной трубочки в четвертом ряду вот так если вы будете плести точно также такой же поднос как у меня то мой совет плетите так как показываю на видео я здесь уже все продумано наперед дальше я объясню почему и все вам будет видно и понятно плетем до следующего нашего до следующей нашей стороны до следующей нашей стороны добавлять стойки здесь с этой стороны и также добавлять по одной стойке иными словами мы вот такими вот пучками будем проплетать в итоге 8 рядов вот таких вот 8 рядочков будет у нас сейчас еще две я я вставлю вот сюда вот сюда так готова и проплетаю я дальше вот один как я говорила минус до что приходится крутить вот эту вот штуку ну ничего я считаю для красивого изделия можно и помучиться закрываю ряд на место и плетем дальше в следующей стороне так сейчас себе лишнее уберу чтоб было мешало вот так здесь я сейчас наращу теперь подошли к этой стороне дальше следующую нашу трубочку которая мы будем вставлять у нас пойдет в центр то есть сюда же мы вставляем пока что это так дальше мы будем вставлять не в центр немножко будет другое место так здесь теперь нам сюда нужно вставить почему я срезаю именно там где скрутка потому что там более сухое сухая часть трубочки поэтому ее просто легче будет вставлять и что только по этой причине так есть вот у нас одна пара вторая у нас здесь должно быть три пары так теперь здесь и мы идем будем вставлять следующем подходим к этой стороне вставляем вставляем как не так вот это отрезаем уже так теперь проплетаем наши четыре трубочки так ряд я закрываю как бы с сицем готово дальше сейчас мы проплетем идем до следующей стороны подошли мы к этой стороне теперь нам нужно вставить еще сюда значит вот одна пара у меня есть она образовалась мне нужно еще еще две пары вставляем все по одной постепенно дальше следующее я вставляю снова в центр между стойками так прошу прощения много приболела и чуть-чуть вот так вот сдвигайте потому что их потом нужно будет равномерно рассоединить так теперь мы будем с вами проплетать здесь мне нужно нарастить нарастим я себе иногда сразу готовлю там 10 пар трубочек то есть уже склеим подготовленные так сейчас у меня удобно будет вот так и теперь вот так так аккуратно все заводите чтобы литки не накладывались одна на одну 11 летом до следующей стороны вид наращу здесь и сейчас мы снова будем вставлять кстати еще хотела уточнить что такой вот вариант до вставляния стоек это тогда когда вы прилетете слева направо то есть вот я плету слева направо почему я именно так вставляю я объясню немножко дальше тогда когда мы будем поднимать стойки важную роль сыграет поднятие стоек так вставляем дальше снова у нас центр я заталкиваю не плотно то есть ну чтобы не было прям сильного утолщения потому что количество трубочек с каждым рядом разом все больше и больше так летаем дальше наше начало все так и нам осталось еще добавить одну трубочку и сейчас мы это с вами сделаем отрежу кончик и последняя наша вот теперь нам нужно добавить вот сюда трубочку вот сюда что мы будем делать с вами сейчас покажу если в принципе все трубочки мы ставили с вами в центр то последняя наша будет не в центре вот у нас пара раз вот у нас пара 2 и мне нужно еще к этой паре добавить к этой трубочки добавить пару я теперь ставлю вот здесь вот так с краю все то есть у меня короткие трубочки должны быть вот получается справа от меня вот и вы смотрите да вот правая сторона справа от меня точно так же и здесь добавляем и последнюю с этой стороны мы сейчас добавляем и хочет вот так оплетаем все в итоге у нас получается 9 пар стойки у нас будут двойные сейчас я здесь наращу и добавлю еще по одной стойке с другой стороны так видно здесь надо будет и здесь нарастить и так вставляем наши следующие 1 и еще 2 1 и еще 2 готово так теперь проплетаем вот такой пучок большой все проплели теперь считаем сколько у нас рядов у нас раз два три четыре пять шесть семь то есть еще один ряд мы с вами проплетем 8 рядов как раз зафиксируем довернуться трубочка уже короткая раз зафиксируем с вами добавленные стойки одним рядком и будем их разводить так раз два и плетем следующее на противоположную сторону просто оплетаем хватит ли как раз хватит или так вот хорошо вот эти стойки прям глубокам без фанатизма конечно идем до противоположной стороны начало и будем с вами разводить стоечки я себе кончики срежу и после того как мы сейчас с вами разведем стойки нужно будет пробить про плести еще где-то 10 11 рядков больше в принципе не нужно у меня начало готово теперь что мы делаем проверяем все хорошо нигде ничего друг на друга не налазило летем до нашей нашего пучка трубочек и хватит раз здесь нарастить все теперь начинаем разводить разводим по пар ну и сразу будем оплетать вот раз и вот эти витки хорошо подтягиваете плетение вот прям плотненько плотненько чтобы было что мне как можно меньше был вот этот вот зазор так дальше поворачиваю теперь мы будем разводить с этой стороны как можно ближе пододвигаем в одну сторону и другую сторону и вот я смотрю у меня вот идет центр я должна выставить ровно в центр трубочки вам можете не видно то есть у меня здесь я изгибала лист пополам ровно у меня получился там центр вот все вот так теперь следующую ближе вот этой стойки а это вот так здесь нарастить все вот мы стойки развели визуально вы в принципе когда можете когда будете рисовать себе стойки да то есть на листике можете себе отметить где у вас должны быть двойные стойки так приблизительно то есть расстояние тоже должно быть три сантиметра я же приблизительно визуально буду смотреть что у меня все было ровно грамм на вот от этой стойки центрально отталкиваюсь и вот равномерно везде все мы разводим стойки и проплетаем еще где-то веревочка из двух рядков 10 то есть это один еще 10 то есть в итоге разведел разведенные стойки в разведенных стойках должно быть 11 рядов я проплету включусь и будем уже с вами поднимать наши стоечки я проплела уже 11 рядов и теперь мне нужно поднять стойки я хвостики спрятана во внутрь плетения и как я поднимаю двойные стойки значит поднимаю я еще раз повторюсь слева направо буду плести поднимаю правую стойку вот так вертикально левую я буду заводить не за соседнюю стойку вот эту не за вот эту стойку а вот аж за вторую то есть я веду вот таким вот образом завела и подняла есть дальше я поднимаю вот эту стойку вот так дальше поднимаю вот эту стойку вот так беру соседнюю и завожу уже тут чуть неудобно и завожу уже вот так вот завела подняла эту и вот у нас двойные стойки на месте вот помните я говорила что я ставлю получается слева у меня длинная стойка а справа короткая вот как раз короткую стойку я подниму вот сейчас я как раз покажу на длинный вот короткая стойка у меня поднята а длинная вот она пошла у меня на в работу как раз длины этой трубочки которую мы вставляли длинную не виду вполне достаточно для того чтобы сделать вот такие манипуляции вот вот так мы идем до самого конца я сейчас дает подойду к началу и покажу как протаскивать подхожу к началу теперь вот эту трубочку мне нужно завести справа вот сюда вовнутрь то есть вот видите у нас две стойки они одинарные должны быть двойные вот сюда я должна завести вот а эту под всеми вот сюда и вот сюда вот я заведу все вот у нас готова осталось только отплетать можно заводить было и не за две а за одну точно так же но я хочу чтобы у меня вот внизу была имитация косы мы сейчас все покажу теперь грузик сверху поставила я подставляю трубочки для работы ставлю три трубочки и начинаю проплетать веревочкой из трех вот так вот выравнивая стойки горизонтальное положение вертикальное прошу прощения так теперь сейчас попробую сейчас минутку значит как я укладываю трубочку вот если обратить внимание вот здесь вот идет у меня трубочка от загибки я вот эту трубочку который я буду плести стараюсь сделать так чтобы не было нахлёста а чтобы все шло вот так вот параллельно друг другу вот вот так вот я плету веревочку из трех покажу дальше здесь на следующий вот установила вот 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 эту трубочку вот видите параллельно должна идти то есть нахлёста не должно быть нигде вот установила и тогда проплела здесь я наращусь на растены плетем дальше то есть мы плетем с вами обычную веревочку из трех я проплету рядок и включить покажу что и как мы плетем дальше подошла к началу вот теперь мне в работе нужно оставить одну трубочку я беру можно как сделать можно вот завести одна трубочка хвостик вовнутрь мы спрячем вот так вот я заведу одну вот сюда трубочку и и хвостик я заведу между стойками и вот вот эта трубочка вот туда опущу вот так дальше вот так вот мы все спрятали вот наш хвостик вот он здесь есть ну что а теперь мы что я предлагаю значит это дело добровольное можете оставить либо двойные стойки либо вставить еще дополнительные здесь у меня вот длинные стойки я беру кусочки трубочек и вставляю в серединку вот так и проплетаем вот если нет кусочков можно отрезать вот эти вот длинные и сразу же вставлять вот так серединку то есть мы проплетем веревочкой из двух всего 8 рядков при этом будем вставлять тройные стойки можете не вставлять это уже не принципиально принципе я как бы рекомендовала почему потому что загибка будет состоять из трех трубочек то есть естественно чтобы место было для трех трубочек которые мы в дальнейшем ставим поэтому я про плету сейчас 8 рядков ставлю трубочки 3 до обрежу стойки и будем плести загибку вот этот вот наш план сейчас я все это сделаю включусь и покажу уже как будем делать загибку я тут заканчиваю уже вставлять стойки значит первое что хочу сказать когда вы вставляете стойки не опускайте слишком глубоко 3 ну максимум 4 ряда и все больше не нужно ну если конечно у вас трубочки больше 30 сантиметров не вопрос можете вставлять и глубже у меня 30 сантиметров и конечно глубоко я не буду вставлять иначе не в конце просто не хватит длины трубочек это как бы такой если у вас 40 можете глубже уже такое так теперь закончили мы с вами сейчас я поставлю груз клюшка вот и что мы делаем все разверну значит берем трубочки и заводим сначала одну за одну вот так то есть просто по кругу вот так вот одну за одну мы будем заводить и сразу вот старайтесь как бы на себя оттягивать вот этот вот загибку потому что она так и просится завалиться вовнутрь поэтому старайтесь на себя заводим только пока вот так так сейчас мы заведем вот мы подходим к началу сейчас я дойду так этот груз будет сейчас мешала поэтому буду что-нибудь потяжелее ставить и теперь вот эту нужно завести от выскочила вот сюда кстати забыла сказать в трубочках у меня леска 11 миллиметр так мы сейчас аккуратненько протолкнем чтобы нигде ничего не вылезло все поправляем можно чуть чуть ниже опустить вот эти наши витки вот так прежде чем делать другой следующий этап загибки нужно хорошенько все поправить поправили теперь сама загибка продолжаем дальше второй этап первый мы сделали мы завели и теперь как мы поступаем в любом месте давайте вот эту берем трубочку и значит сразу скажу чтобы нам спрятать вот эти вот огрызки мы накрываем вот нашей трубочкой вот первое да вот накрыли дальше что мы делаем берем наши трубочки значит вот у нас следующая на нее вот раз два и в третью под вот вот эту на стойку под стойку вовнутрь на стойку и вот вот вовнутрь мы заводим делая небольшой это 1 на стежок сейчас ближе на край подтянул вот так это первый у нас стежок мы чуть-чуть опускаем мы потом все подправим прежде чем все подрезать так поправляем сразу чтобы у нас легло все так как нужно берем дальше на стойку на стойку под стойку и вовнутрь вот туда вот так и выводим серединку все поправится пока мы пока мы только делаем наш рисунок вот так туда не силе не затягивайте и тут сразу поправляйте вот эти вот этот вот наш узор чтобы он чтобы спрятать все наши вот эти пенечки вот видите пенечки я их стараюсь прикрывать вот так опускаю и прикрываю в общем мы продолжаем на стойку под стойку и вовнутрь вот так полностью мы проходимся я сейчас дойду до начала я думаю здесь уже понятно как делать дойду до начала и покажу закрытия я уже тут почти в начале поэтому решила чуть чуть пораньше включить напоминаю да на стойку под стойку и вовнутрь вот теперь тут поинтересней вот стойка на стойку под стойку и аж вовнутрь вот туда вот сюда на стойку и и вот 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 туда мы выводим спускаем прошу прощения на стойку под стойку вовнутрь здесь конечно лучше делать это все по одной трубочки потому что протащить можно было поставить и эти трубочки резервные трубочки на что не подумала в принципе можно и так все третье вставили а вот теперь задача полностью подтянуть все по местам но не сильно затягивайте то есть сама загибка на такая вы должна быть ну волнистая такая протяжки должны быть на ней вот и поправляем полностью чтоб нигде ничего не торчало все дело подтягиваем и прячем и вот такая вот коса у нас получилось типа косы а вот теперь начинается интересное разбираться с вот этими хвостами значит что мы делаем мы берем один хвост любой вот как вот он есть да и вот так вот заводим один за один и серединку вот один за один и вот так мы будем опускать все вниз тут стойки немножко длинного стенки их можно вот так вот подрезать буквально совсем чуть-чуть чтобы они насильно упирались в дно вот так раз завели за 2 я пробовала заводить они очень плохо держатся в общем мне не понравилось я заранее говорю если кто-то захочет завести за 2 то есть мы сейчас просто с вами заводим одну за одну так у нас тут три трубочки до 3 трубочки за 3 трубочки вы так и вот так вот у нас будет внутри вот я сейчас сделаю и включусь и еще один момент хотел вам сказать вот вы когда опускаете мой совет можете либо капнуть клея чуть-чуть вот прям вот сюда чтобы можно было вот так вот уложить трубочки но они там еще параллельно схватятся ну помимо этого мы будем еще грунтовать чтобы зафиксировать все танцы я сейчас заведу одну за одну и уже включусь все завела я одну за одну прокопала клеем под каждую стоечку и пока вы не как говорится не прогрунтовали ничего то можно его эту загибку либо стянуть его вот чуть-чуть вот так вот растянуть все лишний клей мы поубираем более что он подсохнет и станет бесцветным все это все что я хотела вам показать будут вопросы пишите на все отвечу с большим удовольствием всем пока пока